Владимир Татаринов занимается экстремальной ездой на BMX уже 4 года. К этому виду спорта юношу приобщил его брат. Владимир говорит, что выполнение трюков на велосипеде помогает не только физически развиваться. Это укрепляет дух, позволяет бороться с нерешительностью, заряжает адреналином. Экстремалы – особое сообщество увлеченных людей. И юноше это нравится. Конечно, в любом виде спорта без травм никуда. Конечно, были и падения, и не сильно большие. Большие падения были. Но все равно вставал и ехал дальше. Познакомился с многими хорошими ребятами, с которыми я катаюсь до сей день. Более здоровый образ жизни стал из-за спорта. Каждый день катаюсь. Как-никак мышцы растут все равно. Соревнования по экстремальным дворовым видам спорта в Армавире проводятся уже третий год. В сквере имени Воробьева построена специальная площадка, на которой можно тренироваться и устраивать состязания. С каждым годом популярность экстремальной езды на велосипедах и самокатах растет. Администрация города поддерживает увлечение молодых армавирцев. Сегодня так все устроено, что спорт в принципе вызывает симпатии многих людей. И заниматься им популярно не только для здоровья, но и для поддержания физического состояния тела, духа. Соответственно, если мы будем поддерживать спортсменов традиционных, это хорошо. Но если мы будем еще видеть тех спортсменов, которые занимаются нетрадиционными видами спорта, это вдвойне большой вклад в наше будущее. Участниками фестиваля стали горожане в возрасте от 14 до 25 лет. Соревнования проводились по двум номинациям – BMX и трюковый самокат. В течение одной минуты участникам нужно было показать как можно больше экстремальных приемов. С каждым годом в таких фестивалях принимает участие все больше спортсменов. На первых соревнованиях было около 15 экстремалов, сейчас их пришло 25. Поддержка властей помогает направлению развиваться. Победители соревнований получили не только медали и грамоты, но и вкусные призы. Влада Волошина, Евгений Халманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.